Мы продолжаем совместную серию сюжетов с благотворительной организацией РУСФОН. Сегодня история четырехлетнего Димы Демшина. У мальчика целый букет сложных заболеваний. Среди них ДЦП и гидроцефалия. Без вашей помощи справиться с болезнью семье не по силам. Гипоксия, гидроцефалия и ДЦП. Долгожданный ребенок в молодой семье Демшинах родился с целым набором страшных диагнозов. Сразу из роддома Диму на неделю перевели в реанимацию. Врач подошла ко мне сразу и сказала, что ребенок очень тяжелый. Позже нам сделали анализ специальный, который показал редкое генетическое заболевание. Трисоми восьмой хромосомы. Сказали, что ребенок развиваться не будет вообще. То есть самое плохое, если он может даже и жить не будет. Вопреки этому семья решила бороться за сына. Мама Димы Анастасии все свое время посвящает ребенку. До двух лет мальчик и правда почти не развивался. Лечению мешали постоянные судороги. Но после того, как удалось справиться с ними, началась активная реабилитация. К четырем годам Дима научился сидеть и стоять. Пусть и неуверенно держит в руках предметы. Каждый день с мальчиком занимаются зарядкой. И результат налицо. Дима начал ходить. Дима вот дома сам пытается ходить. То есть то, что ровный пол, ему не страшно. А на улице он как бы не ходит. Потому что он боится, во-первых, большого пространства. И как бы сразу встает и начинает плакать. Потому что он ноги не умеет поднимать. Реабилитацию необходимо продолжать. Мальчика ждут в Московском институте медицинских технологий. Стоимость курса лечения 199 360 рублей. Семье, где работает только отец, не по карману. Но помочь собрать эту сумму и дать надежду семье Диме Демшина можете и вы. Для этого необходимо отправить слово «Дети» на номер 5541. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Другие варианты перечисления средств есть на сайте Росфонда. Пока мальчик не говорит и плохо понимает чужую речь. Поэтому все желания ребенка родителям приходится угадывать. Семья надеется, что после этого лечения все изменится. И Дима, наконец, сможет говорить и произнесет слово «мама». Елена Аверина, Олег Константинов. Вести при Волжье. События недели. И спасибо за помощь. Вам говорит семья Дениса Николаева. Мальчику на лечение требовалась сумма в размере 198 260 рублей. С помощью смс собрали 304 тысячи. Все деньги свыше необходимой суммы будут направлены на лечение других нижегородских детей.